Я получил как бы свою порцию женщин, о которых я очень долго мечтал, я этими женщинами успел насладиться, а до этого я сидел дома, ни хера не делал, занимался мастурбацией, и у меня были какие-то гонки в голове. Я выслушивал претензии и, так сказать, помощь, когда, Юра, у тебя будет жена, там, друзья что-то подпиливали, подсмеивались, родственники там за общими столами подзуживали, что там, что когда там, внучка, не внучка, вот это вся эта тема, вот это давление, я тоже все испытывал, поэтому я более чем знаю об этом, нежели все остальные, я через это все прошел. И это мне нахер все надоело, поэтому я пришел к Володе в 15-м году и все это решил. Парни, всем привет, это Юра Сенцов и канал Владимира Шамшурина Все Твои. Только что закончился, на мой взгляд, убойный стрим, в котором мы очень живо поговорили, я поотвечал на некоторые вопросы, и, по сути, я решил не дожидаться, там, ваших дополнительных вопросов, и я решил поговорить о тех темах, доразвить то, что мы там с вами начали. Благо, что все нахрен заканчивается, открывается Москва, тренинги наши начинаются, кстати, с 25-го числа, кто еще не успел записаться, записывайтесь, особо сегодня рекламы тренинга не будет, но будет кое-что интересное. Вначале мы поговорим о ребятах, о взрослых дядьках, которые хотят попасть к нам на тренинги, какие вопросы они задают на собеседовании, и во что, как оказалось, на мой взгляд, многие упираются и дальше не идут. То есть, дальше нашего собеседования не идут, ну, там, либо по своим причинам, потому что не видят, как будто бы, смысла, да, в нашем пикапе, да, либо, что я уже не допускаю до тренинга. В чем суть? Взрослые дядьки, которые вдруг к 40-30 годам, там, поняли, что у них ничего не идет с женщинами, начинают немножко переживать по этому поводу. Если ты из них, то, наверное, это видео будет для тебя, и я предлагаю тебе сейчас побыть здесь какое-то время и послушать то, о чем мы тут будем говорить, то, о чем я здесь буду говорить. Как оказалось, у мужиков уже сформировано свое какое-то четкое мировоззрение, касаемо, там, взглядов на мир, там, взглядов на отношения с женщинами. И, как показывает практика, что ваши взгляды, как бы, они не приносят вам результатов. Ну, да, в общем-то, если тебе, там, под 40 лет, под 30 лет, и ты все еще живешь один, если ты был в браке, он был неудачным, и ты вновь, там, не хочешь собжечься, и у тебя один хрен ничего не получается, вот. Звонят парни, да, мужики, и когда мы обсуждаем то, что мы будем, там, делать на тренинге, когда я задаю, там, какие-то вопросы, вот. Вот, не секрет, что, да, даже на собеседках между нами, там, происходят, как бы, некоторые диалоги, которые, ну, как бы, ребятам не всегда кажутся, допустим, дипломатичными или чем-то еще. Ну, у нас, в принципе, тренинг, он не обещает никакой дипломатики, потому что, все-таки, козырь нашего тренинга – это дисциплина, да, благодаря которой вы будете добиваться, в том числе, результатов. Мы все прекрасно знаем, что ровная и большая работа, как бы, дисциплинированная, сбалансированная, она дает результаты. В связи с этим, когда я начинаю объяснять взрослому мужику о том, что, грубо говоря, очень грубо говоря, что хорошо, что плохо, мне начинают, как бы, сыпаться некие, там, возражения, что как, вот, ну, я же тоже живу до хрена уже лет, и, ну, вот, мне кажется, что вот это неправильно, то неправильно, или вот так нельзя себя вести с женщинами, ну, как бы, я вряд ли, наверное, смогу прийти на тренинг, потому что я вот это делать не хочу или не буду. Мое мнение, ребят, такое, вы можете думать, как вы хотите и что вы хотите. То есть, ну, самое главное, если у вас при этом есть результат. Есть результат непосредственно с женщинами, вот, а если у вас этого результата нет, то свои мысли, как говорится, вы, ну, вы можете оставить их при себе, а можете там выразить их куда-то в другое место. У нас здесь поликлиника, да, мы лечим, мы помогаем, мы вас, ну, грубо говоря, там, ставим на ноги в той дисциплине, в которой мы преуспели сами. В той дисциплине, благодаря которой у людей появляются семьи, у людей, в том числе, вот я живой пример, который прошел тренинг, который ни хрена не умел к 33 годам и, по большому счету, у которого все получилось. Я имею возможность об этом рассказать, и многие ребята просто живут и наслаждаются. Так вот, суть в том, что если ты, ну, я не могу сказать, там, правильно я мыслю или неправильно, но факт в том, что как я начал мыслить после тренинга, это, а именно с позиции сверху, все-таки, да, которая, там, красной нитью проходит сквозь все 4 дня нашего тренинга, и, в принципе, все задания, упражнения, и постоянно Володя вам уже, парень вам уже 12 лет уже одно и то же, одно и то же долбит, и люди уже, ну, просто, видимо, глаз замыливается, ухо замыливается, и уже перестают, видимо, слышать, потому что очень часто люди на канале, сидящие по 5 лет, спрашивают такую ерунду, ну, как бы, которая уже, на мой взгляд, должна быть уже даже, как бы, более чем понятна. Так вот, вернемся к тому, что о ваших мнениях, о ваших мышлениях, о ваших убеждениях, то есть, как я считаю, что нет, ну, вот, правильного или неправильного мышления, да, есть эффективное мышление или неэффективное. Может, по твоим взглядам, по твоим убеждениям я мыслю неправильно, но, однако, я получил, как бы, свою порцию женщин, о которых я, думаю, очень долго мечтал, я этими женщинами успел насладиться, а до этого я сидел, там, дома ни хера не делал, занимался мастурбацией, и у меня были какие-то гонки в голове, я выслушивал претензии и, так сказать, помощь, когда, Юра, у тебя будет жена, там, друзья что-то подпиливали, подсмеивались, родственники, там, за общими столами подзуживались, что там, что, когда, там, внучка, не внучка, вот эта вся эта тема, вот это давление, как бы, я тоже все испытывал, поэтому я более, там, чем знаю об этом, нежели, там, все остальные, как бы, я через это все прошел, и это мне нахер все надоело, поэтому я пришел к Володе в 15-м году и все это решил. Я понял, что мне нравится, как мыслить Владимир, и я видел его результаты, то есть результат его мышления был отражен на его канале, в его подходах, в его изложении вот этих мыслей, да, на видео, которые Володе, там, уже много лет делает для вас, причем в бесплатном формате. Я понял, что это тот человек, с которым мне нужно встретиться, в конце концов, потому что, как бы, у него есть колоссальные результаты, и его мышление приводит к тому, что он еще и делает. Поэтому, благодаря тому, что я пришел на тренинг и научился эффективно мыслить в отношении женщины, это как минимум, да, то мне уже стало понятно, как мне нужно создавать семью, да, какая мне женщина нужна в семью. В связи с этим, уже семья моя, собственно говоря, и образовалась, и мы сейчас, если кто не знает, ждем второго пацана, то есть один у меня уже родился Гриша, ему год и два месяца, и вот сейчас у меня еще один сын, тоже Юра на подходе, он к Новому году, мы ждем парня. То есть, ребят, я очень счастлив, что у меня так все происходит. Конечно, в семье есть, там, бывает разногласия, как бы, не без этого, но суть в том, что пока, как бы, все идет по плану, и я дальше продолжаю постоянно в этом направлении работать. Это говорит о том, что эффективность в моих действиях стопроцентно присутствует, потому что у меня есть результат. Я, возможно, что-то делаю какими-то нетрадиционными способами, но, опять же, ребят, я считаю, что все-таки есть эффективное, либо неэффективное мышление. Поэтому, когда вы что-то мне хотите рассказать в моей теме по поводу того, что там правильно или неправильно, вы сами берете на себя просто ответственность за то, что вы говорите, остаетесь с этим, дальше продолжая сидеть на диване. Если после того, что вы мне тут пытаетесь доказать по телефону или там при встрече, что вот это так или нет, это не так, ну, как бы, ребят, давайте мы просто посмотрим, у кого что есть, а у кого чего нет. Вот и все. Если ты мыслишь эффективно, значит, у тебя есть после этого результаты. И когда многие вступают в спор о том, что вот как, что надо делать, то, что не надо делать, я уже повторяюсь, опять же, но все-таки задумайтесь по поводу эффективности или неэффективности вашего мышления. Также есть еще одна очень уникальная категория людей, которые, взрослые, кстати, парни, ну, есть некоторая статистика, да, в наших тренингах, вот, и как меня убеждает многие ребята, которые уже пожили, вот, парни, блять, мужики, те, кто уже побыли в отношениях, там, по 10 лет, вы уже там все знаете, что делать. А что, на тренинге будет только вот это про то, как припихнуть, кому-то там дать в рот и все такое, как бы мы уже, типа, взрослые дядьки, нам не нужно этим заниматься, нам пикап не нужен, нам нужны взрослые темы, как нам снова нужно прийти, вот, когда спрашиваешь, как познакомились в предыдущих отношениях этих ребят, они, собственно говоря, это были какие-то там вечеринки, совместно там с друзьями познакомились в одной компании, вы имейте в виду, что вам уже по 40 лет, такого количества вечеринок уже у вас нету 100%, я вам говорю по себе, это все уменьшается, это идет на спад, ну, может быть, у кого-то есть до сих пор, но опять же, те люди, которые там 40 лет только знают, что отжигают и не имея СМИ, туда есть определенные вопросы, но все же ваши друзья, которые раньше вас там могли в компаниях познакомить с кем-то, то вашим друзьям тоже уже 40 лет там или там 30 с лишним, и у них уже по статистике большинство из них замужем, не замужем, поэтому они там уже общаются между собой, как бы, семьями, и познакомить тебя случайно, опять же, с кем-то, люди там друг к другу притягиваются, вот, когда я был холостым, у меня были холостые друзья, когда я стал женатым, у меня стали друзья только женаты, у меня очень мало холостых сейчас знакомых практически нет, мы на разных волнах, поэтому ваш уникальный шанс опять познакомиться где-то там на каком-то дне рождения, он становится меньше, если кто-то не согласен, напишите мне об этом, что у вас, только аргументируйте, пожалуйста, как может быть по-другому, то есть я считаю, что все-таки с годами ваши шансы, как бы, ну, становится меньше, так вот, вам пикап еще больше нужен даже, чем 20-летним парням, то есть вы хотите перепрыгнуть то, что, в принципе, вы не получили не в 20 лет, потому что, ну, тогда вам казалось, что вы удачно и хорошо женились, и прожили 15 лет, родили двоих детей, развелись, вам нужен пикап, чтобы, самое главное, получить, опять же, возможность выбора тех женщин, которых становится с каждым годом все меньше и меньше, потому что я уже только что объяснял, как, так как ты не умеешь знакомиться, и второй момент у тебя уменьшилось количество людей в компаниях, вот этих, да, в тусовках, в каких-то днях рождения, и, в принципе, уже, если вы взрослый человек, вы заметили, что как вы реже стали общаться с теми друзьями, которые уже имеют жен и детей, и они, вы им уже не интересны, по большому счету, тут они как бы продвинулись, а ты еще не продвинулся. У кого так, скажите, пожалуйста, у меня было ровно так, я вижу вот такой ситуации вокруг. Давайте мы оставим вот эти разговоры о том, что мне нужно перепрыгнуть пикап и пойти сразу во что-то серьезное. Ребят, в любом случае, мы на тренинге будем говорить очень много об отношениях, благо у нас все главные тренеры, это женатые люди, это люди уже со стажем совместного проживания, там, с какими-то бытовухами, поверьте мне, мы здесь на экране тут все красиво рассказываем, как мы там охуительно живем со своими женами, мы им в тренинге рассказываем, на самом деле, всякие, ну, настоящие штуки, которые происходят и как с ними, вот, взаимодействовать, потому что все-таки любые отношения, это некие сложности, это некоторые этапы, это постоянные торги, это кто там кого хитрее, вот, если вы это еще, ну, не понимаете, то вот это так устроено, к счастью или к сожалению, это постоянная движуха и работа, а чтобы владеть в отношениях, ну, как бы, часто выигрывать или, там, создавать такую ситуацию, при которой будет комфортно тебе и твоей жене, но при этом ты все равно получаешь то, что ты хотел, нужно все-таки владеть позицией сверху. Так вот, позиция сверху, ребята, куется именно в первоначальном пикапе, это становление подходов, это свиданки, это знакомство, это вот, это самое первостепенное общение, это обычная база обычного тренинга, возможность выбора вам даст, как сказать, больше свиданий и больше общения с теми женщинами, с которыми вы сможете пообщаться, да, собственно говоря, ну, вот, самому себе устраивать вот эти взрослые тусовки, не ходить на какие-то, там, свидания с другими взрослыми женщинами, у меня было такое, звонила мне подруга, она знала, что я без женщины, она звонила другой какой-то бабе, которая тоже давно без мужика, сходились два больных человека, у одного эго, у второго, там, вторая обижена на всю жизнь, и вот два больных человека, понимаешь, кто-то должен быть, ну, плюс-минус здоровым, чтобы повести за собой, поэтому, когда вы берете себе женщину на сайте знакомств, которая тоже не может себе найти мужика, блядь, в личной жизни, которая так уже устала, и нихуя не хочет меняться, исправляться, у нее проблемы, она сидит на сайте, не от хорошей жизни, и когда вы там встречаетесь, все, ой, нет, я знаю историю, когда там кто-то поженился с сайта, ну, опять же, вот эти одна из тысячи моментов, ну, это, чувак, это будет не с тобой, и с тобой этого точно не будет, ты будешь знакомиться на сайтах с этими телками, с обиженными, которые там сидят, то в большинстве своем, и у них нет возможности познакомиться с нормальными чуваками, которые, собственно говоря, подходят, как бы, ну, на улице, а к ним не подходят. Вот поэтому возможность взрослого дядьки пройти пикап и получить, точнее, возможность, стоя в очереди, там, с булками, со своими батонами, в этой же очереди заговорить с той женщиной, как мне вот парни с тренингов, да, проходили, проходящие онлайн-тренинги, я им рассказывал, вот, они там настраивают себе эти аккаунты, там, учатся как-то там писать красиво, то он сидит там за клавиатурой у него там в аккаунте, лучшая его фотография, что будет-то, если ты в очереди пойдешь с работы, ну, немножко ты приустал, там, не выспался вчера, потому что дрочил там полночи, и стоишь ты вот, а она вот прямо вот тателка, которая тебе вот нравится, она там улыбается, от нее хорошо пахнет, вся такая приятная, скромная, мягонькая, и надо к ней подходить. А у тебя что, нет прически, как на той фотографии, нет рубашки там, и ты не на море, там, не на мотоцикле, и клавиатуры у тебя нет под рукой, и не успеваешь ничего продумать, надо идти и действовать. Вот за этим вам нужна фронт, пройти фронт вот этого пикапа для того, чтобы вам потом было не тяжело, и как сегодня же из разговора с чуваком, то есть он, у него есть твердое убеждение, раз он прожил пять лет уже в отношениях, значит он там, ну, точно как бы варится во всем. Да, конечно, опыт он даст потом многое, да, для того, чтобы исправить ошибки и прочее, но все-таки позиция сверху, она главная в отношениях, она выруливает, то есть позиция сверху, это не значит дать кулаком по столу позиция сверху, все-таки это осмысленные действия, которые ты будешь грамотно разруливать и делать так, чтобы в тебе в отношениях, ну да, там есть как бы некоторые хитрые штуки, которые ты будешь делать, и да, твоя жена будет там, или женщина довольна, но на самом деле там больше выгоды получишь ты, ну, по большому счету и женщины тоже в отношениях этим пользуются. Если вы думаете, что поженившись, ваша женщина будет постоянно в романтических иллюзиях, в таких, как их она будет в первые дни знакомства, то как бы вы очень-очень сильно ошибаетесь, далеко ходить не надо, посмотрите на своих родителей, посмотрите на своих родителей, вспомните, как они ругаются, как с хуя нахуй друг друга посылают, если у вас такого не было, как бы, ребят, вам тут, конечно, респект, когда батя пьет там целыми днями, когда мать его отчитывает, вы посмотрите, как бы это бытовуха, все, романтика вся пропала, вас ждет, это же самое большинство всех, или что-то около этого, и к этому желательно, как бы, нужно готовиться и как минимум относиться к этому спокойно, это этапы жизненных отношений, ничего плохого в этом нет, поэтому, когда вы иллюзорно себе настраиваете новую жизнь, как она будет выглядеть, ни малейшего представления, как она, в принципе, протекает, то есть, с реалиями, да, вот ваши иллюзии, они с реалиями не имеют ничего общего в большинстве своем, поэтому, неплохо было бы в реальности пощупать этих женщин, если ты там с 20 до 30 лет находился в браке, а потом хочешь перепрыгнуть, снова, так сказать, зайти в отношения, сразу найти ту бабу, очень мало шансов, ребят, не меняйте свое мышление, потому что, опять же, это неэффективно, если вдруг кому-то там повезет, то это одному из там тысяч, но точно не тебе, не тебе, который, вот, задавал мне сегодня, вчера и на днях эти вопросы, я не знаю, просто здесь, после, именно после карантина, вот, какая-то, ну, большая прослойка взрослых ребят, не знаю, какие-то, может, видео на это подействовали, вот так мыслят взрослые дядьки, в большинстве своем, не все, конечно, но, вот, сегодня меня это немножко в хорошем, так, смысле задело, я хотел бы об этом поговорить, пикап нужен для того, чтобы у вас был выбор, выбор вот этих девок, женщин, для того, чтобы вы на свиданках могли с ними там взаимодействовать, вы, в принципе, уже на стадии знакомства, там, на него нужно всего, там, минутки 4, чтобы вы пообщались и поняли, как мне один чувак сказал, я сегодня, ну, вот, я подхожу, и мне просто, ну, не хочется общаться ни с какими женщинами, у меня к ним, вот, я еще, ну, там, хоть год назад со своей бывшей девушкой разошелся, и мне, вот, как бы, ну, не особо никто не нравится, я говорю, мужик, ты в тренинге, через тебя пройдет более 120 женщин, по условиям нашего тренинга, по условиям нашего тренинга, через тебя пройдет более 120 женщин за 4 дня, у кого-то за 2 жизни столько женщин не было и не будет, блядь, 120 баб, понимаешь, и когда ты правильно будешь с ними общаться, когда ты правильно будешь подходить, когда ты нужные слова будешь туда закидывать, доносить им в ухо правильно, когда она там уже в первое мгновение себя начнет чувствовать, начнет чувствовать тебя как самца, то есть она будет там раскрываться, вот тогда из 120 женщин, там у кого-то может и больше будет, кто, как я, допустим, в тренинге будет чуть больше на себя брать, усерднее работать, да, там 100% будет складываться химия, потому что вы будете, во-первых, под присмотром, вы будете правильные вещи изначально, будете подготовлены, кто еще не знает, мы каждому высылаем домашнее задание для подготовки к тренингу, то есть ты можешь даже многие фишки, которые мы будем разбирать, ты можешь их уже подучить до того, как ты придешь, прийти уже как бы наполовину готовым, пощупав, так сказать, наш материал, так что однозначно пикап с подходами, это одна из главных ступеней, основополагающих, системообразующих, без которой, ну, нельзя перешагнуть дальше, тем более, если ты прожил долго в браке, и ты понимаешь, что может быть такое, что ты снова уйдешь на 10 лет, и у тебя опять все нахрен разрушится, потому что ты не сделал выводов из грамотных выводов, да, то есть что-то ты в любом случае вынес, но самого основного, может быть, ты и не вынес, почему у тебя рухнули отношения, иногда вы не можете себя грамотно со стороны оценить, многие женщины обвиняют, кто-то там набирается смелости, говорит, да, я там где-то дал слабину, но все же, если действовать по-грамотному, по-умному, с позиции сверху, парни, это, опять же, не даст вам стопроцентной гарантии, что вы там будете всю жизнь счастливы в браке до гроба, но это как очень большая страховка и подмога в самой главной ситуации, еще раз повторюсь, мы с женой тоже дома, ну, можем поругаться, можем там поспорить, повыяснять отношения, но, опять же, где-то у меня получается там прогнуть свою линию, где-то не всегда получается, но в большинстве своем, я, по крайней мере, уверен за себя, я всегда знаю, что в самом плохом варианте я один, как бы, точно не останусь, у меня это, я об этом знаю, у меня супруга тоже это знает, ну, как бы, тут мы об этом, конечно, не беседуем, то есть это настройка по умолчанию уже. По итогу, да, давайте уже подытожим эту тему, все-таки парни, мужики, те, кто не хочет, как говорится, пачкать руки об девок, там, об этих грязных, а сразу хочет найти себе жену, это утопия. Погублите, что такое утопия, может быть, вам станет понятно, о чем я говорю. Следующая тема сегодня была в нашем стриме, она будет немножко такая поверхностная, опять же, потому что там есть некоторые юридические аспекты, в которых я, ну, не смогу вам объяснить, так как это нужно сделать достойно, потому что я не владею юридическим языком и грамотно это не донесу, это брачный контракт. Брачный контракт сегодня в стриме, вот, может, кто-то его уже посмотрит, да, до того, как будет смотреть это видео, сегодня в стриме мы там прямо зацепились за эту тему, и, ну, к сожалению, по временным рамкам ее не удалось прокачать, потому что, ну, вот, опять же, время уже было на исходе, в самом последнем, может, там, 15-ти минутке, как бы, эта тема пошла, и я решил сразу же записать. Я говорить буду за себя, никому ничего навязывать не буду, и я могу объяснить свою позицию. Если там есть юристы, если вы разбираетесь в чем-то, вы можете там что-то наваливать, а если вы будете, так как сегодня нашли наши участники, там, писать, что, ай, да это вата, там, женщина все равно там свое заберет, ну, как бы, желательно все это дело аргументировать. Для меня брачный контракт это, как бы, некие гарантии, некие страховки. Все-таки я занимался, ну, продолжая там мало-мало заниматься бизнесом, я никогда себя бизнесменом не считал, я пытался себя считать бизнесменом, но все-таки мышление мое и поведенческие какие-то манеры у меня все-таки в бизнесе не удержали до конца, мне скучно, неинтересно, я не умею это делать, и я сейчас пользуюсь своими навыками, которые у меня лучше получаются, да, все-таки я общаюсь с людьми, я веду мероприятия, я веду индивидуальный тренинг, это то, что мне дано больше, то, чем мне нравится заниматься. Благодаря тому, что я много работал до того, как пришел к Володе в тренинг, я что-то там заработал. Недвижимость, авто, там, какие-то небольшие активы, это, как бы, все мое. И глядя на то, что, глядя на статистику, да, разводов, люди женятся, разводятся и делят имущество пополам. То, что я зарабатывал в течение, там, 14 лет, после, допустим, там, условно, условно, да, двух лет брака, я не готов поделиться со своей женой. Я не знаю, что она должна для меня сделать за эти два года, ну, по крайней мере, моя, по крайней мере, мне родила детей. В моем случае я бы, наверное, ну, подстраховался. Поэтому, как бы, мы с женой это все переговорили. У нее как-то сразу не возникло никаких моментов по поводу того, что, ну, когда она только пришла. Я сразу действовал с позиции сверху, я очень много, ну, во-первых, я и старше ее, как бы, этим я тоже пользовался, нужно умело использовать все те плюсы, которые у тебя есть. То есть, если твоя жена, там, чуть моложе, и она действительно, там, чуть менее опытная в некоторых вещах, то это лучше использовать в свою сторону. Я не собираюсь, там, с ней разводиться, не хочу этого делать и практически в голове этого не держу, но я, как, опять же, повторюсь, человек, который немножко, там, был в бизнесе, я должен как-то что-то застрах, простраховывать. Все яйца в одну корзину складывать ни в коем случае нельзя, это в каждом паблике, там, по бизнесу пишут. Нельзя полностью идти в брак и ставить на карту, то есть, и тащить за собой все, что ты, там, заработал, как бы. Я сказал, что давай-ка так вот мы, ты, к примеру, там, пользуешься всеми теми благами, да, то есть, ну, просто они будут записаны за мной. То есть, человек так устроен, у него все, что угодно может возникнуть в его голове, поэтому мы никаких гарантий за других людей не даем. Это ваше ожидание, что вы, там, от своей жены, вы, там, вы можете доверять сколько угодно. Сегодня я общался с человеком, который рассказал, что он при разводе подарил своей жене вот это, там, вот это, вот это, вот это, короче, и сказал, что, как бы, ну, я счастлив, потому что, ну, то есть, я, там, не остался, там, ни козлом никаким. Вот, ну, ребят, мне с этим, как бы, проще, я себя считаю не очень хорошим человеком, да, и поэтому я при разводе, как бы, отдавать свои, не дай бог, конечно, ну, если была бы ситуация развода, я бы отдавать не стал, и когда меня, если меня после этого назовут каким-то плохим, то, как бы, я сразу говорю, я таким и был, такими и являюсь, и вам, грубо говоря, как бы, рекомендуем. То есть, здесь у меня нет никаких иллюзий даже по поводу собственной супруги, она может сегодня быть такая, завтра у нее может клинануть, она может быть другая. Это показывает статистика разводов, это показывает статистика отношений, вы можете далеко не ходить, посмотреть вокруг, там, своих друзей, близких. Даже если в самом худшем случае у нас придется нам когда-то там разойтись, то на сегодняшний день, да, я считаю, что я в любом случае должен буду с ней поделиться и что-то ей дать, это моя такая позиция, вот. Именно в нажитом, да, имуществе. А может меня клинанет, я ей отдам то, что я нажил до брака, но это уже мое дело будет, я могу распоряжаться так, как я захочу. А может быть такое, что если бы я не заключил контракт, то мне бы эту возможность, этой выбора бы не дали. А я хочу сам все-таки принимать решение. Вот. Надеюсь, что до этого не дойдет, но все-таки в моем случае брачный контракт, опять же, я никому ничего не рекомендую. Сегодня были заданы вопросы, дабы чтобы не было пропаганды брачных контрактов и прочего, я считаю, что брачный контракт здравый смысл. И если женщина твоя будет ерепениться, да, там, как говорят в Кирове, ну, может где-то еще что, ага, то есть, что это я на тебя там свое время буду тратить? Опять же, ну, мое мнение такое, все, что было заработано до свадьбы, там, да, до паспорта, ой, до штампа в паспорте, это, ну, есть совместно нажитое имущество, а есть имущество нажитое до брака. Брачный контракт, по крайней мере, ты можешь потом, когда, если вдруг у тебя, не дай бог, происходит бракоразводный процесс, у тебя будет выбор, как поступить. Когда вы не заключаете брачный контракт, у тебя не будет выбора, как поступать. То есть, вы будете судиться, как сказал кто-то там в стриме, что у кого там адвокат поубойчивый, да, то есть, тут уже, как говорится, как карта ляжет, или как там контракт прописан. Но все-таки лучше будет, в моем случае, будет лучше, если он будет там прописан, и будет все обговорено, по большому счету. Допустим, мне сейчас жена рожает второго ребенка, и я хочу ей сделать, ну, дорогой подарок. Я сразу этот подарок оформлю на нее, вот просто, чтобы она прямо чувствовала, что это ее, потому что человеку важно иметь какую-то собственность. Женщина тоже рано или поздно, если ты там в контракте пропишешь, что за тобой все остается, она, ну, я более чем уверен, что уважающаяся женщина, ну, на такую хрень точно не пойдет, и она будет, как бы, чувствовать и неуважение, там, да, к себе, и какую-то обделенность. Поэтому я специально, когда буду ей дарить за второго сына подарок, он будет оформлен на нее, чтобы прямо это была ее заслуга, что она сделала для меня, вот. Действительно важно то, что я, о чем я мечтал, о чем я мечтал долго, это ребенке, а уж о двух, как говорится, это тут уже мне, как говорится, бонусом еще сверху пришло. Хоть она меня здесь и не смотрит, я хочу сказать, что, Марина, я тебя очень люблю, и к Новому году. Будет тебе тоже счастье, которое ты даришь мне. Ребята, несмотря на то, что я заключаю контракт и брачную со своей женой, при этом я все равно ее люблю, и буду продолжать ей, как бы, делать подарки, которые, вот, в данном случае, про которые я рассказывал, будет оформлен именно на нее. И не важно там, что произойдет, я хочу, чтобы она получила, ну, вот, от меня конкретно, вот, ощутимую, в том числе материальную помощь. То есть это мое желание, это мой выбор. Я так это все вижу. Вот. И, может быть, сейчас я уже буду повторяться, опять же, скажу, что я оставлюсь на будущее, если вдруг произойдет ситуация, самому себе выбор распорядиться тем, что я заработал, находясь один, своими трудами, когда я там поднимался. То, что мы вместе будем зарабатывать, зарабатываем, или наоборот, сейчас я зарабатываю, она не зарабатывает, но она мне дома все обустраивает, она мне воспитывает сыновей, там, моет попу, там, какашки, все эти дела. Ребята, ну, как бы, это охренеть, как психологически изматывает. Потому что, когда жена уходит, там, куда-то по делам, в больницу, еще куда, оставляет мне ребенка, мыть попу, там, кормить, укладывать его спать, когда он кричит на башню, это очень сильно влияет. Понятно, что, если ты делаешь, что все с любовью, у тебя есть какая-то, там, ну, блокировка, но это очень тяжело психологически, поверьте мне. Если здесь бати есть, я надеюсь, что здесь бати есть, нарисованная взрослым дядькам, вы меня поймете. И поэтому я хочу свою женщину, как минимум, за это отблагодарить. Я хочу себе оставить возможность выбора, потому что выбор, это очень классная штука. Во-первых, в пикапе выбор дает вам возможность не привязываться, там, к какому-то определенному результату, там, или объекту, вот, в нашем случае, это женщина, да. Так и возможности, если у вас вдруг встанет вопрос необходимости деления имущества, у вас тоже будет выбор. Возможно, вы даже при заключении брачного контракта отдадите абсолютно все своей жене. Но это будет ваш выбор, и, как бы, это ваш будет личный там уже поступок. Не то, что вы вынуждены были там все отдать. Потому что мы не знаем, при какой ситуации будет идти деление. Если, грубо говоря, тебя спалили на койке с другой бабой, и ты из чувства вины там можешь там своей женщиной поделиться, да, там, ну, возможно, такое будет, если вы еще не проработали свои чувства вины. И второй момент, если ты свою женщину стянул в постели там с каким-то мужиком, то в этом-то случае как бы делиться это не очень захочется, парни. И это вам я точно говорю. Если вы там не совсем тупорылые, как бы, то в этом случае надо действительно, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, забирать там все. То есть, если тебя там таким образом предали, вот. Но опять же, там, если фактор детей, допустим, ну, как бы, это уже все вот сугубо такие личные вопросы каждого человека. Кто что думает по поводу брачного контракта, вы можете, ребят, писать здесь. Опять же, если вы владеете какими-то юридическими навыками, да, как бы, пишите, а то, что там всякую брехню о том, что, да ладно, это все хрень, я считаю, что, а как же любовь, это низко для женщины, все, но эффективно это или неэффективно, это просто какие-то детские вот эти, не основанные ни на чем, без всякой позиции, иллюзорные представления, просто и все, то есть, ваши иллюзии, люди, которые пребывают в иллюзиях, ну, мне с ними говорить особо, ну, не о чем, я вам тут помочь не смогу, вот, и, как бы, человек настроил своих иллюзий, и в них живет и представляет себе это, ну, как бы, вас там научили в советском обществе, ну, как бы, вас, что уж я и про себя тоже буду говорить, потому что у меня до сих пор, к сожалению, сохраняются еще иллюзии по поводу, там, каких-то там вещей, но стараюсь общаться и слушать людей, которые критически мыслят, которые обладают здравым мышлением, после того, что они говорят, они еще это применяют и делают на практике, в принципе, все, как на нашем тренинге, все, что мы говорим, все, что мы обещаем, мы это все транслируем вживую, на канале тысячи видео с подходами Володи, с тем, что он говорит, человек, который долгое время пикапил, все это видели, окучивал там разных женщин, сейчас находятся в отношениях, у них там, я надеюсь, что они решат все свои вопросы, у них уже там, ну, появятся дети, Володя, я искренне этого желаю, там, как бы вижу, что уже все к этому идет и скоро у нас, надеюсь, что пополнение в нашем мужском тренинге будет. Ну и напоследок, опять же, ребят, мы в тренингах проходим как базу, базу, от того, как подходить, до того, как брать телефоны, ходить на свидание, там до секса, минимальное, плюс все-таки наше, наше мероприятие тренинговое направлено на то, чтобы вы грамотно себя вели уже в серьезных отношениях, тогда, когда вы будете вступать в брак, вот, ну, мы вам даем советы, исходя из того, исходя из тех моментов, в которых мы сами находились, которые сами проживали, и поверьте мне, мы не просто живем дома и транслируем вам свои какие-то поведенческие моменты, мы работаем в этом, мы живем в этом, мы все вот это мониторим, все это изучаем, и все это вам озвучиваем на базе, там, статистики, на базе опыта своих близких, знакомых и ребят, потому что, когда через одного рушатся семьи, через одного, там, происходит похожая ситуация, ну, как-то можно к этому подготовиться, так же, как и в подходах, когда через одну тёлку тебе на улице говорят, что я не знакомлюсь, у меня есть муж, я не знакомлюсь, у меня есть муж, и так все 7 миллиардов баб там, ну, не 7 миллиардов там, а сколько их в процентном соотношении в мире тебе говорят одно и то же, ну, наверное, надо подключить мозги, так сказать, прийти на тренинги, подучиться этому, отвечать на самые распространенные вопросы, отвечать красиво, отвечать грамотно, и ловить этих девок там, в полях, и чтобы они ничего не смогли сказать, ко всему можно подготовиться, так же, ребят, ближайший тренинг 25 июня, 4 дня, напомню, не 3, как обычно, 4 дня подарочный будет день, и все тренинги будут вестись с самого утра и до вечера, более 120 женщин, приходите прокачиваться, будем вас там очень мощно жарить, в плане мозгов, физически, ребят, мы как бы здесь, наверное, вам не поможем, в плане жарки, но в плане мозгов, это точно обещаем и гарантируем, приходи на тренинг в летний месяц, если ты сейчас будешь записываться, то будет возможность иметь либо рассрочку, либо скидку, там, все будет на собеседке, я лично с тобой буду общаться, задавать тебе очень нехорошие вопросы, ну и увидимся в тренинге, пока. Пока.